Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Техническая возможность для подключения. Кто стал первым обладателем газа в доме и как прошла торжественная церемония, расскажет Дарья Тендит. Газопотребляющее оборудование готово к приему газа. Разрешите начать подачу газа в домовладение? Разрешаю. Теперь зажечь плиту, пользоваться горячей водой и не мерзнуть в холодное время года сможет Надежда Гаврилова. Она в числе первых получила голубое топливо. Ей провели инструктаж о технике безопасности использования газа и вручили памятный подарок. А гостей в своем доме Надежда Николаевна встречала радушно, с хлебом и солью. В «Газпроме» принята такая. Каждому новому потребителю мы дарим подарок – чайный сервиз. Поэтому прошу принять от нас. Ой, спасибо, спасибо огромное. Поздравляем вас. В доме Гавриловой Надежды Николаевны, как и у остальных жителей Лесокефари, не было газа. С выходом на пенсию она переехала в хутор. Теперь живет тут уже 20 лет. Каждый год она сталкивалась с одной и той же проблемой – отсутствием газа. Более 30 тысяч ей приходилось тратить с начала топительного сезона на закупку дров и газовых баллонов. Неудобно. Не то, что было плохо, конечно, потому что у нас воздух и красота, но было ужасно. Для кого-то, может быть, газ кажется обыденным для городского человека, ну подумаешь, там газ. А для нас это большая радость и событие. И спасибо всем, кто к этому причастен. В церемонии открытия газопровода приняли участие первый заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии Рустам Эркенов, председатель Народного собрания Александр Иванов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и генеральный директор «Газпром-Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачев и местные жители хутора Леса Кефарь. С отчетом о проделанной работе и поздравительными словами к жителям хутора обратился генеральный директор «Газпром-Межрегионгаз» Черкесск Олег Дергачев. Мы на самом деле очень рады за вас. И от лица всей компании группы «Газпром-Межрегионгаз» сердечно вас поздравляем с этим знаменательным событием, с тем, что в ваш населенный пункт, в наш населенный пункт сегодня пришел природный газ. Хочу еще раз вас поздравить. На самом деле это очень большое и великое дело. Мероприятие проходит в рамках масштабного всероссийского проекта «Эстафета газа» и выполнение поручения президента России по газификации страны. От имени главы республики с приветственным поздравительным словом к жителям обратился председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Он пожелал мира, тепла и уюта в каждый дом и отметил, что в республике газификация проходит активно. Разрешите, конечно же, вас всех поздравить с этим знаменательным событием. Приход газа в любой населенный пункт – это на самом деле важное и значимое событие для всей республики. Благодарность, Олег Леонидович, вам, вашему коллективу и всем тем людям, которые это все сделали, своими руками провели долгожданный газ в хутор Леса Кефарь. Церемонии передачи эстафеты подключения газа в хуторе Леса Кефарь прошли успешно. Местных жителей теперь будет радовать не только свежий воздух и красота природы, но и газ в доме. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов вновь принял участие в акции «Собери ребенка в школу». В общественной приемной «Единой России» портфели с канцелярскими и прочими школьными принадлежностями получили многодетные мамы, семья которых по несколько школьников, и которые обратились на сайт партии с просьбой помочь. В Карачаево-Черкесии на данный момент помощь получили более 110 школьников. Акцию поддержали депутаты фракции «Единая Россия» во главе со спикером парламента республики Александром Ивановым. 30 августа исполняется 15 лет со дня открытия общественной приемной «Единой России» в нашей республике. На протяжении этих лет были решены вопросы и оказана помощь тысячам жителей Карачаева-Черкесии. «Сегодня помогаем собрать школу деток из многодетных семей», – отметил спикер. Александр Иванов поблагодарил родителей за сохранение семейных традиций, заложенных в основе нашего государства, пожелал детям хорошо учиться, радовать мам и пап своими успехами и вырасти достойными гражданами нашей Великой России. А сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16, в горах местами плюс 5, плюс 10. Днем плюс 25, плюс 30, в горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность. В большинстве районов республики высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северной четверти – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 26, плюс 28 градусов. Чрезвычайная пожароопасность. Уникальная площадка для того, чтобы получить полезные знания и насладиться атмосферой горной местности. Высокогорный молодежный форум «Махар-2023» собрал около 200 участников из разных регионов России. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил молодежь с началом работы Всероссийского форума и отметил, что у каждого есть возможность развить навыки в социальном проектировании в сфере молодежного и студенческого туризма. Алихан Лепшоков подробнее. Более 200 активистов студенчества и молодежных организаций России принимают участие во Всероссийском высокогорном молодежном форуме «Махар-2023». Для участников организована насыщенная программа и также будет проходить конкурс грантов от Росмолодежи. Этот проект позволит развить навыки в социальном проектировании в сфере молодежного и студенческого туризма, а также в творчестве и креативных индустриях. Первообразовательная программа начала работу со встречи с исполняющим обязанности ректора Качагу имени Умара Алиева Талсултана Узденова. Он рассказал участникам о становлении форума «Махар» и о дальнейших планах развития площадки. Также на форум приехал министр по делам молодежи Карачаева-Черкесии Ибрагим Татаркулов. Молодые люди задавали интересующие их вопросы по сотрудничеству и грантовой поддержке государства молодежных инициатив. Следует отметить, что форум «Махар» является показательным с точки зрения и роста, и эффективности реализации государственной молодежной политики на территории субъекта при поддержке главы Карачаева-Черкесии Рашида Бориспиевича. Следует обратить внимание на то, что форум за три года проделал путь от регионального, окружного до всероссийского форума, на котором уже второй год подряд организуется и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи грантовая поддержка участников. В свою очередь исполняющий обязанности ректора Качагу Талсултан Узденов подчеркнул, что с каждым годом форум «Махар» преображается и выразил надежду, что формат площадки станет более масштабным. В рамках форума планируется проведение защиты молодежных проектов, претендующих на гранты. Самая главная философия «Махара», то, что было заложено еще тогда, когда мы основывали это движение, оно сохраняется, это высокие горы, высокая нравственность. Мы хотели этим форумом, поднимая значимость форума, географию, статус форума, а сегодня уже благодаря поддержке главы Карачаева Черкесской республики Рашидова Рязбевича Темрезова, предъятие на участие нашего министерства молодежной политики сегодня стал форум всероссийский. Форум «Махара» открывает нам возможности реализовать свои креативные идеи, познакомиться с представителями других регионов России, но и насладиться вашими живописнейшими местами отмечают участники из Севастополя. «Знаете, впечатление самое яркое, вот эта природа, вот эти горы, это все как-то наполняет энергией и хочется создавать, творить. Мы надеемся, что обменяемся здесь опытом, сами сможем быть полезными этому месту и надеемся очень продуктивно провести время». «Тут именно пропитано все вот этим духом гор, людей, которые здесь проживают, то есть именно вот эта атмосфера, что-то особенное в ней присутствует, то, что нет у других». Помимо образовательной программы на самом высокогорном форуме страны для всех участников проводятся различные развлекательные мероприятия. Так в первый день своими музыкальными номерами порадовали всех собравшихся юные участники проекта «Музыка улиц». Алихан Липшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Махар. 25 августа с 10 до 13 часов в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» пройдет прием граждан со старшим инспектором Центра занятости населения по Черкесску. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу Черкесск, проспект Ленина, 154. Грациозные создания в объективе. В Кисловодске на территории Национального парка в Нарзанной галерее начала свою работу тематическая фото-выставка «Карачаевская порода лошадей» в творчестве фотохудожника Ольги Бабенко. Талантливый ставропольский автор выставляет свои работы не первый раз. В этом году были выставлены фотографии из книги Шерфодина Узденова о карачаевской породе лошадей. Смотрите подробности. Она так невероятно тонко в художественной гармонии раскрывает красоту и силу и стойкость замечательной старинной карачаевской породы лошадей. С самого детства Ольга Бабенко влюблена в эти великолепные создания. Впервые она увлеклась конной фотографией в подростковом возрасте и с этого времени она старается очень ярко передать жизни этих животных и в частности карачаевской породы лошадей. Куратор фотовыставки, ученый-зоотехник Шарафуддин Узденов подчеркнул, что на этот раз в выставке были использованы работы из его книги, вышедшей в этом году. Большие картины из фотографий из моей же книги, из них мы сделали портреты большие и они гуляют, ездят, мы возим их, показываем людям. А здесь же проходят люди со всех регионов Российской Федерации и иностранные гости, они уносят информацию, что есть такая великая порода, которая под названием Карачаевская лошадь и есть такой замечательный народ, который создал эту лошадь. Восторг и восхищение карачаевскими лошадьми невозможно передать словами, отмечают посетители выставки. Фотокартина, которую представляет Ольга на центральной нарзанной галереи Кословодска имеет огромное значение для популяризации карачаевской породы лошадей. Конечно, лошадь карачаевская, она уже нашла свое достойное место в плеяде российских аборигенных пород лошадей. Сотрудники национального парка Кисловодска подчеркивают, что подобные фотовыставки раскрывают богатую историю культуры народов Северного Кавказа и отмечают, что отрадно всегда проводит такие мероприятия для посетителей. Выставки пользуются большим интересом наших посетителей и мы очень рады, что важным направлением в этой выставочной деятельности стала природа в зеркале культуры. И как раз вот в этом направлении мы представляем выставку и о карачаевской породе лошадей. И первая выставка, которая в этом направлении в целом была тематическом, это была выставка Кииза. Как раз вот декоративно-прикладное искусство Карачаева-Черкесии она открыла такое замечательное направление природа в зеркале культуры. Каждый желающий может поистить прекрасную фотовыставку Ольги Бабенко, которая продлится до конца августа. Аль-Халеб Шоков, Медина Джан Кезова, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Кисловодск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаска. Проклятое золото. Первая часть. Всего доброго. До встречи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я Олег Жидяев. 15 лет представляю ваши интересы в Народном собрании Карачаева-Черкесской Республики. Я знаю, как писать законы, которые будут работать для людей. Я знаю, как заставить власти исполнять эти законы. 10 сентября приходите на участки. Сделайте свой правильный выбор. Будущее за вами. Свой дом каждой российской семье. Мы предлагаем принять Народную программу, в рамках которой каждая российская семья может получить ипотечный кредит по ставке не более 5% годовых. Распространить правила предоставления военной ипотеки на сотрудников Росгвардии и МВД, принимающих участие в специально военной операции. 10 сентября приходите на выборы и сделайте свой правильный выбор. Стране нужны творчество и развитие, а не репрессии и застой. Мы за безусловную ценность человеческой жизни, поэтому мы выбираем мир. Порой кажется, что впереди нет просвета, но самый темный час именно перед рассветом. Вам говорят, что выбора нет, а выбор есть. И если вы гражданин своей страны, сделайте такой выбор. Голос за яблоко – это голос за мир и свободу. Уважаемые земляки, в трудный период для нашей страны нам необходимо сплотиться для того, чтобы передать будущим поколениям мирное небо и опыт наших предков. У нашей партии есть опыт построения великой страны, сломавшей хребет фашизму и покорившей космос. Сделайте правильный шаг. Голосуя за кандидата от КПРФ, вы голосуете за свое светлое будущее. Вместе мы победим. Редактор субтитров А.Семкин